МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жукова, заведующая отделом маркетинга Музея истории Екатеринбурга, с которым мы, собственно, и поговорим о том, что люди дарят музеям. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, какие вещи вы принимаете, так скажем? Подарить-то можно, Жене, все, что угодно. И как определяете ценность? На самом деле мы принимаем, да, вещи, которые ценные с исторической точки зрения. Хотя, если принимать во внимание, что каждый момент нами проживаем, это тоже история, это даже ручка в ваших руках через пару лет уже станет историей. Но на самом деле у нас уже довольно хорошая коллекция подобралась разных экспонатов, и особенно рады мы будем вещам 18 века, хотя, конечно, понимаем, что у горожан такие вещи встречаются очень редко. Поэтому, в общем-то, все, что вам кажется, имеет историческую ценность, от бабушкиных чугунков до чемоданов, платьев каких-то бытовых вещей, мы будем рады. Вещи начала 20 века тоже. Ну, а как это происходит, процесс дарения? То есть люди вам приносят, а вы разбираетесь так, вот это, пожалуй, мы возьмем, вот это мы на экспертизу сдадим, а вот это вот не нужно, так? Ну, на экспертизу мы, как правило, не сдаем. Наши сотрудники достаточно квалифицированы, чтобы оценить ценность вещи. Ну, фактически, да, вы правы. То есть люди приносят нам вещи, мы оцениваем какое-то время, примерную стоимость, принимаем по соответствующим документам. Вот сейчас наш оператор крупным планом показал вещи, которые принесли с собой, которые лежат на столе. И это вещи, которые в разные годы нам были как раз вот преподнесены в день дарителя, на наш день рождения 4 июня. Подождите, вот этот изолятор, это тоже историческая ценность? Да, если вы посмотрите, на нем стоит маркировка 1874 год. Ничего себе! Это изолятор с одной из первых линий электропередач в городе. Вот нам как раз в прошлом году подарили его. Вот так с виду не скажешь? Оказывается, прогресс-то не очень заметен. Мне кажется, сейчас такие же изоляторы. А вот эта ручка, какая у нее судьба? У ручки судьба вообще совершенно замечательная. Я даже не знаю, с общероссийской точки зрения очень интересная, потому что это ручка от одной из дверей в доме Ипатьева. Вот на самом деле я в последнее время очень часто встречаюсь во всех, наверное, Екатеринбургских музеях, более того, не только музеях, частных коллекциях. И где угодно везде есть что-то из дома Ипатьева. Его же снесли. Как люди смогли все это собрать? Ну, во-первых, сам дом существовал довольно долго, и в нем в разное время существовали разные организации, в том числе подобие управления культурой даже в нем было. И вот опять же в прошлом году человек, который там работал фотографом, нам эту ручку преподнес, потому что незадолго до сноса многие разбирали на сувениры, на запчасти этот дом, поэтому кое-что сохранилось. Понятно. Но если вы заговорили о фотографии, давайте тогда уж и про фотографию скажем. Да, этот дар нынче как никогда актуален. Это фотография с автографом Павла Дацука, чемпиона мира по хоккею, обладателя Кубка Стэнли. 18-й век, Жень. Да, до нашей эры причем. Фотография нам была подарена, по-моему, года два назад. Ну и вот этот вот замечательный саквояж какой-то. Да. Такой чеховской. Саквояж тоже был нам преподнесен в дар пару лет назад, это 30-е годы 20-го века. У нас, кстати, неплохая, вот благодаря именно дарителям, у нас неплохая коллекция именно саквояжей и чемоданов, поэтому я надеюсь, мы когда-нибудь сделаем выставку. Но они были еще не в ходу, были и в 60-х годах прошлого века, поэтому они на самом деле сохранились. Вот скажите, люди приносят вам какие-то вещи в дар. А вы что? А вы как-то их благодарите? Естественно. То есть мы нашим дарителям обязательно вручаем официальное благодарственное письмо от администрации музея. Мы наших дарителей снабжаем, так сказать, пожизненным абонементом в музей. Ну это такое грубое название, но тем не менее они имеют право прохода на все наши выставки, наши проекты, акции и так далее. Кроме того, мы им обязательно дарим какие-нибудь памятные симпатичные сувениры. Ну мне кажется, совсем неплохо. Надо по закромам что-то там поскрести, может быть, что-нибудь есть. Может, что-то завалялось тебе с 18 века. Спасибо большое, Ольга Жукова, заведующая отделом маркетинга Музея истории Екатеринбурга. Сегодня мы говорили о предстоящем Дне дарителя, который 4 июня состоится в Музее истории Екатеринбурга. А наша программа продолжит прогноз астрологов на сегодня. Сразу же после него мы как раз-таки поговорим с Александром Чукавиным, представителем Комитета по защите прав автомобилистов.